Во второй половине прошлого столетия лазерное вооружение стало стремительно развиваться. После того, как в 1960 году физик Теодор Мюйман продемонстрировал первый образец технологии и доказал, что его можно использовать как оружие, военные стали пристально изучать возможности лазера. Оружейники пытались определить, насколько он может быть эффективен в бою, и самое главное, в какой области он может оказаться наиболее полезным. Холодная война оказала колоссальное влияние на развитие вооружения как США, так и Советского Союза. Это повлияло и на лазеры. В период гонки вооружений в СССР возникла идея о создании полноценного лазерного танка, у которого вместо привычной пушки располагался сверхмощный луч смерти. Первый советский самоходный лазерный комплекс получил название 1К-11 стилет. Он был создан на основе шасси самоходной артиллерийской установки СУ-100П. Шасси было доработано специально для монтажа лазерной установки, так как орудию требовалось большее количество энергии, внутри корпуса бронемашины был установлен дополнительный двигатель-генератор. Сам лазер предназначался для уничтожения оптических приборов противника и ослепления систем наведения. Пушка использовала твердотельный лазер с лампами накачки, популярная вариация боевого лазера. Но наиболее известный и совершенный лазерный танк был сдан на вооружение в 1992 году. Комплекс 1К-17 под названием «Жатие» во многом отличался от предыдущих образцов. На шасси самоходной гаубицы МСТАС была установлена многоствольная лазерная пушка, внешне напоминавшая зенитно-ракетный комплекс. Но вместо ракет на башне расположены 12 оптических каналов. Причина для установки нескольких излучателей заключалась в том, что несколько лазеров могли работать в разных диапазонах. Оптические приборы противника могли быть оборудованы защитой от лазера, но такая защита не могла защитить прибор от множества лучей различной длины. Таким образом, установка «Жатия» оказалась значительно эффективнее предыдущих моделей лазерных танков. Однако существует еще один лазерный танк проекта Омега, данных о котором не так уже и много, задача которого состояла из уничтожения противника, всего одним нажатием. Причем предполагалось, что поражение вражеских самолетов и крылатых ракет будет происходить на огромном расстоянии. Занимались данной разработкой конструкторы бюро номер 9, они пытались спроектировать лазерную пушку с невиданной мощностью, до 9 мегаджоулей. Омегу испытывали в 1972 году, затем был разработан новый комплекс Омега-2. Несмотря на успешно проведенные испытания, лазерную установку данного типа на вооружение отчего-то не приняли, а все данные по проекту засекретили. Как вы считаете, был бы полезен данный танк в наше неспокойное время? Напишите свое мнение в комментариях.